Утром 21 октября мы вышли на перрон в Иркутске. К чему привыкнуть не могу по России, вокзалы у них живут по московскому времени. Я уже давно на местное перешла, а и в кассах, и на табло московское. Вот как так. В этот красивый город мы еще вернемся. А сейчас нас зовет Байкал. Может в Иркутске идет первый снег, для нас первый снег. И сейчас мы едем в Байкал. За рулем маршрутки сидел реально шумахер. По вихрем пронеслись по живопискам Белезовым рощам. Кстати, Белезовые рощи сопровождают Россию от Москвы до Восточной Сибири. Для меня теперь это символ России. И вот появилось оно. Озеро Байкал. Неделя под названием «Вечты сбывается», продолжается. И сейчас мы находимся на Байкале. Озеро Байкал – самое знаменитое озеро планеты Земля. Как же давно я хотела его увидеть. И когда невероятные пейзажи открылись взору, а красивых пейзажей я много повидала, то выступили слезы, а озеру захотелось поклониться. Но курортные поселки – это типичные российские курортные поселки. Озеро Байкал – это такое особенное место. Я на самом деле до того, как сюда попасть, видела множество видео, множество фотографий. Но то, что ты видишь наяву, превосходит все ожидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Юля, специально для тебя. Шутка. Сейчас будет фотка. И вот мы снова вернулись в Иркутск. Этот город никогда меня не манил, но знакомство с ним подарило неожиданное впечатление. Иркутск оказался уютным, красивым европейским городком, который расположен далеко в Сибири. С Иркутском нас знакомил удивительный человек – Олег Рудаков, создавший белорусский клуб «Крывичи». Вот сюда мы и направились. Дали интервью комсомолки, а потом я взяла сама небольшие интервью. Для меня белорусов – это люди мягкие, открытые, ширые и такие, разумеется, утульные. Утульные уже те. Удачи, любонок! Иркутск, столица Восточной Сибири. Находится рядом с Байкалом, 66 километров от самого глубокого в мире озера. Прекрасный старинный город, черта-черта. Ну, знаете, наверное, всех сибиряков объединяет. Выносливость, доброта, широкая, открытая душа, наши сибирские широкие просторы. Они вот они, вы их наблюдаете, наверное, из окна своего поезда. Окей, а вы про белорус вообще слышали что-нибудь? Ну, у нас даже в газете выходит вкладка «Союзная Веча». «Союзная Веча», каждую пятницу в «Комсомойской правде» читайте «Союзная Веча». Да, а вообще, у меня, например, подруга, мамина лучшая подруга живёт в Белоруссии, в городе Гродно. Вот, она там живёт уже очень много лет, иногда приезжает к нам в гости. Но всё прекрасно, я знаю, что белорусы у вас, вернее, есть возможность, рядом Европа, вот есть возможность сесть на электричку, там, на поезд и приехать в Польшу и дальше, там, в другие европейские страны. Вот, чему я очень завидую. Идачи, бегунок! До встречи в Белоруссии! Името! Олег Рудаков, белорус, який народился под Полоцком, вось, а Олег, у 17 год, так, склався мой лёс, я з'ехал с Белоруссией и уже вельми долго, долгий час живу в Сибири. Ну, справа тем, что 20 год назад, 31 травня 1996 года, мы провели у Иркутску первый взъезд белорусов по Байкалью. И на сегодняшний день у Иркутской области истнует у Иркутску два громадских объединения белорусских, а еще у городе Черемхово есть самостоянное объединение Белорусской национальной культурной автономии Белорусской Черемхово. Так само региональное наше объединение, она мает филиалы по всей Иркутской области. У нас филиал, например, от Вески и Чарчет, Тайшевского района, где истнует наша Суполка, и до города Слюдянка, так само Иркутская область, тысяча километров, по прямой, по мапе. Так что наши, так скажем, белорусские такие сиротки, они возникли по всей Иркутской области, а майже по всему приближенному. Мы же с собой разговариваем на белорусской мове, и это уже наш... До речи, когда мы 20 годы начинали эту справу работать, то, на жаль, на белорусской мове разговаривает только я один. И, ну, сустракались некоторые люди, которые народились так само за советским часом в Белоруссии, и приехали сюда за советским часом, могли что-то сказать, и не видят, что такое бульба, и не видят, что такое цебуля. Но, вот, связать это два слова разом, у один сказ, это уже было складано. И, правда, иначе разом, ну, начинавши, конечно, сказать по-белорусски, потом переходим на некую торсянку, потом переходим все-таки на русскую мову, и уже говорят, ай, ну я уже забылся. Вот, зараз этой проблемы нет. Потому что на сегодняшний день у нас в Суполке разные люди, разного века. У нас есть, например, такие Алексей Максимович Терехов, которому уже под 80 годов, и он приходил до нас выучать белорусскую мову, и он ведлый, где белорусскую мову, он может разговаривать на этой мове. Даже, чем народился у Сибири, у нас есть такая одна женщина, Тамара Николаевна, она сама родом с Ляхарич, и вот, ее дети уже народились тут, у Сибири, и ее унук народился тут, у Сибири. И вот, она повела этого унука первый раз, в первый класс. И наставница, знакомится с детьми, ну и, кажется, там, завела их в класс, там, знакомится, себе представила, кажется, ну, а вы там что-то, так и так. Вот, и эта хлопчика, мне что-то, пачала, казать ему, а ты ведаешь какие-нибудь верши? Тут, скажу, ведаю. А расскажи какую-нибудь верши. А он таки, скажу, а вам на яком языке? А на каком ты можешь? Ну, а на русском или на белорусском? И он так, гонорливо так сказал, что я так была в шоке, ну, давай на белорусском, ну, ей было всегда послухать. И он так, вельми выразно, вельми прыгожа, распавел верши на белорусском, а потом пришел до хаты, распавел, да, вот и батькам, и бабулей, и там, и сидим так, гоноры, и все это, и люди, которые приходят до нас, в наш клуб, они, шмак было людей таких, вот, например, Татьяна Гаркова, Екатерина Александровна, первый раз пришла, она сейчас пишет на белорусском мове верши, а когда она первый раз пришла до нас, так она просто сидела и плакала. Когда я начала с ней разговаривать на белорусском мове, она говорит, я училась в городе Ворша, закончила педагогический институт, наставница белорусской мовы, а в молодости вышла замуж, приехала в Иркутск, в Иркутскую область, в городе Востелинске, это на полночь Иркутской области, и больше белорусскую мову не чула, нигде не чула, и тут зараз приходила, и тут просто лилися градом слезы, потому что она никак не могла начуться гэтой мовы. Я, когда я приехал с Белоруссией, то иншим разом, сустаркаючи своих суродичей на территории России, я здявлялся, что белорусы, они мают консервативный характер, и они не объедновываются разом, то есть инши народы, особенно украинцы, когда парановывают нас с украинцами, то два украинца сустарелись разом, все, это уже сябры, и они уже будут один одному допомагать, и они уже будут один с одним сябровать, это уже 100%. Белорус с белорусом сустарелся, особенно в армии, назирал это, познавелся, каже, ты откуда? Я с Гомеля, а я с Полоска, а ну ладно, и разошлись. И мне так становилось прикренно, я думал, почему белорусы, нигде не поважают свою традицию, культуру, свою мову, свою гисторию, иные мало ведут, мне так и сдавалось, когда я начал заниматься больше грунтовно, выучать белорусскую традицию, белорусскую культуру, историю, я начал генерыться нашим народом, почему? Потому что, на самом речь, вытравить все те войны, все те здарения, которые происходят в нашей стране, это очень дорого, это очень важно, потому что, как только была в Европе, какая-то буйная война, первая сустарелась, другая сустарелась, война с Наполеоном, война русско-шведская, так называемая, это все было на территории Беларуси, Беларусь знищалась, городы знищались, люди гинули, альбо куда-то сбегали, и есть же такие войны, где загинула была треть жахаров нашей краины, и захавать все же таки свой народ, свою адметность, свою традицию, свою мову, свои старожитные песни, свои старожитые абрады, это очень полезно, это очень важно, и это вызывает большую поваду. У девчатки, мне по-первых, жадаю вам сказать, что вы такие пригородные, очень открытые, щирые, добрые девчатки, и все три девчатки, мне кажется, ну, с моего, так сказать, пункта гречения, все три молодые девчатки. И, с оправдой, я лечу, что вы робите вельми важную справу, это же не только для вас важно, что вы побачите свет, что вы побачите инши краины, что вы доведаетесь шмат нового и цикавого, но это важно и для всех белорусов, что вот появились три молоденьких девчатки, которые наважились, которые поехали в светлую подорожную, и они поширают межи нашей краины, поэтому я вас веншую с этим, бегунок forever, молодцы, уперат, ну и как вернитесь в Беларусь, не забывайте про нас, листуйте нам и по социальных сетках, и по инших моментах излистовывайтесь, не забывайте про Байкал, я разумею, что потом вас будет шматуражить, а ли Байкал повинен быть у вас застаться как такая значная подея. Спасибо, Иркутск, прощай, Байкал, ночной поезд повез нас в Бурятию. Улан-Удэ, честно говоря, прошлой зимой я еще и слова такого не знала. А сегодня мы здесь, в городке, который находится за Байкалом, совершенно недалеко от Монголии. Это милый, уютный городок, есть где погулять, есть что посмотреть, ну очень, очень, очень отдает СССР. Здесь еще можно себе устроить праздник живота, знаменитые буузы, или как у нас называют позы, вроде бы они здесь самые вкусные в мире. А вот Чехов, он также очень любил этот город. Цены на еду любого путешественника приятно удивят, а прогулки по городу доставят кучу милых впечатлений. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем с Россией и двигаем в Анголию. Летим всегда живой.